Воздействие через телевидение идет, через спутники. А вот это воздействие на плод, которое вызывает у плода сбой и у женщины. Почему может прерывание беременности быть? Несколько причин, если на то пошло. В одном причине виноваты врачи, а в втором причине виноваты те же самые врачи, а в третьем причине виноваты те, кто воздействует. Потому что женщины принимают очень много препаратов противозачаточных. Ну, вы этого в курсе, да? В результате чего? Ну, так сказать, здесь детей малых нет. Думаю, все уже взрослые достаточно. Что такое противозачные препараты? Это мужские гормоны. Врачи на том, что развитие беременности идет, когда, допустим, мужские гормоны до постоянной должны быть. И женские гормоны, вот нормальное соотношение, условное, скажем так, и они в зависимости от цикла плавают туда-сюда, туда-сюда. И в результате чего? В определенной точке становится возможность зачатие. Так вот, что берут, поднимают мужские гормоны так, что флактуация женских гормонов никому не позволяет выйти в системе на уровень, когда беременность возможна. И все счастливы, да? Беременности нет и так далее. Но это приводит к тому, что нарушается гормонная система, которую медицина лечить не умеет и не может. Гробить она умеет. А теперь следующее происходит. Когда все-таки женщина решает завести ребенка, естественно, она перестает применять противозачаточные. Но последствия долговременного принятия, а сейчас с 14, а то есть с 10 лет уже принимают, знаете, да, противозачаточные. Этому учат в школах очень хорошо. Зато, кажется, информации о России, о прошлом великом нашей стране, другие предметы не изучаются. Но это изучают очень хорошо. Так вот, накапливается столько нарушений, что даже после прекращения принимания гормонов, ну, то есть противозачных средств, многие женщины так всегда остаются стерильными, потому что уже нарушены всегда. Потому что если они имели проблему изначально, нарушение, плюс это, все. Но если-таки не до конца угробили противозачи таблетками и препаратами, то получается следующее. После того, как беременность случилась, дальше идет, продолжается рост гормонов женских. Что такое гормоны? Те же самые протеины, белки, которые являются катализаторами процесса. То есть они ускоряют процессы деления клеток плода, позволяют плоду быстро развиваться и так далее, и так далее. И если по этапу развития плода, когда там, если кто-то в последнее обращение читал, я там расписывал по этапу, как сущность входит и выходит, то каждому уровню новому, когда происходит некоторое замирание, действительно, когда одна сущность вышла, другая еще не вошла, это фиксируется выбросами и так далее, это не я данные собирал, это медицинские данные, так что не притянуты за уши. То для того, чтобы более высокий уровень сущности могла войти и, как говорится, симпатически работать, то есть помогать эволюционно поднимать биомассу, если уровень гормонов не поднимется на следующий уровень, необходимый, то этого не произойдет. Так вот, после беременности уровень гормонов женский тоже растет. И вот если он должен расти до этого уровня, а если он может расти до этого, то при всем желании, плод нормально развиться не сможет. И на определенном этапе возникнет так называемое замирание. Это с одной стороны. А с другой стороны, еще действие идет очень мощное, через телевидение, через спутники, которые облучают и так далее. Многие спутники, вы знаете, падали наши. Продолжение следует...